Я вам скажу, что для того, чтобы не впадать в логические засады, которые рассказывают там пропагандисты, различать надо, не умничать в суждениях, а различать. А различает что? Различает чувство. А что они различают? Они различают цвет, фигуру, символы, число, тон музыкальный. Вот что различает чувство. Я предпочитаю без комментариев. В Лисичанске над зданием городской администрации был водружен флаг победы. Заметьте, не масонский триколор Петра Первого, великого западника, а либерализма и прав человека, европейских ценностей, торжества закона об однополых браках. Это все, значит, не этот флаг был водружен в Лисичанске, а красный флаг с серпом и молотом. С звездой пятиконечной звездой, с серпом и молотом. Вот поймите меня правильно. Значит, нам чего-то там рассказывают, там, про какую-то там орден Кутузова, вторую степень, там, черти что рассказывают. Главное, чтобы уйти в суждениях от развлечений. Цвет красный. Символ серп и молот и звезда пятиконечной. Это что, в Лисичанск пришла советская власть с серпом и молотом? Это что, в Лисичанск принесли красную идею освобождения труда от гнета эксплуатации? Нет. А что принесли туда? Это же примерно то же самое, что бутафория, такая же, как драпировка Модзолея Ленина на День Побед 9 мая. На Ордене Победы, которых всего там 17, что ли, всего-то это вот немного, да. Там что? Там Красная площадь, Спасская башня с красной звездой и Мавзолея Ленина, символ Победы. И это брошенные под ножью, а кто на трибуне стоит? Вожди, победившие советские власти и коммунистические идеи. Теперь Мавзолей выгорожен картонными декорациями, и впереди Парада Победы несут масонский триколор. Кто воевал под этим триколором-то? Русская освободительная армия, изменник родины, форма перехода на сторону врага Власова. Под знамя Российской Федерации и флаг Победы первый батальон, прямо остальные на право. Ну, друзья мои, это же профанация сакральности. А еще чего там принесли в СР? Георгиевские ленточки. Что такое Георгиевская ленточка? На уровне бессознательного, еще раз говорю. А нам расскажут про Победу. А символы про что? Это что, черный и желтый? Это же, так сказать, византийское. Вот это черный и желтый, это афонское братство. А ну откуда идет? Это вот Москва, Третий Рим. А что такое Рим? Это бездушная государственная тирания. Это сенаторы. Откуда Рима? У нас были, понимаете, члены Совет Федерации, переименовали их в римских сенаторов. Это Москва, Третий Рим. Откуда она взялась, от Москва-Третий Рим? Она идет от староевропейской аристократии. Это другая линия. То есть триколор – это либерализм. А черный, желтый, белый – это черный интернационал. Это черная сотня. Это мы с вами одной крови. Это линия с Габсбургами. Вот туда. И это воспринимается, так сказать, на уровне, так сказать, бессознательного. Что сделал Николай Второй? Он на флаг масонский триколор в крыш нарисовал желтый квадрат, а в нем черный двуглавый орел. Соединил несоединяемое. Соединил, так сказать, самодержавие с либерализмом. И что произошло? Царь-исповедник закончил, понимаешь, династию. Соединив несоединяемое. А нас что делают сейчас? Опять соединяет несоединяемое. А Георгиевская ленточка? А где она, эта Георгиевская ленточка? Она на медали с победой Германии. А что на этой медали? На ней Сталин. Ленточка есть, а Сталина нет. А в чем Сталин-то? Почему с черно-желтой ленточкой? Потому что социализм в одной отдельно взятой стране. Потому что в 43-м году отказался от гимна «Интернационал» и перешел на гимн «Союз нерушимый, республика свободна». Сплотила навеки Великая Русь. Вот где черно-желтая и красная с серпом и молотом. Опять соединяете несоединяемое. Миром правят знаки-символы. А не слова. И не законы, которые принимает Дума. Значит, о том, что все, кто начнет рассказывать что-нибудь про специальную военную операцию от себя, их там ждет, понимаешь ли, срок и кутузка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА